Медиагруппа «Авангард» представляет Я представитель финтеха и надо сказать, что финтех все-таки ассоциируется с тем, что это быстро, удобно и безопасно. Совместно с коллегами мы боремся за последний тезис, потому что с внедрением новых сервисов и технологий возрастает поле для каких-то нехороших действий. Все наши инициативы в сфере регулирования предполагают совместную работу с регуляторами в соответствующих сферах информационной безопасности, с нашими профильными департаментами. Мы полагаем, что начиная разработку каждой инициативы необходимо сначала приходить к коллегам, потому как действительно где-то технологические заделы уже существуют, где-то возможно обеспечить информационную безопасность и данных, и граждан, а где-то, наверное, еще стоит поработать. Поэтому, апеллируя к речам предыдущих спикеров, могу сказать, что финансовые технологии сейчас, регулирование финансовых технологий никогда не расходятся с вопросами информационной безопасности, за что очень благодарны коллегам. С точки зрения регулирования я очень кратко расскажу про законодательные инициативы, которые мы сейчас ведем, которые влияют на развитие финансовых технологий, которые, конечно же, как я уже до этого сказал, влияют на обеспечение мер информационной безопасности, соответствующих регуляторных требований, технических мер и так далее. Первый проект, который сейчас, на самом деле, уже запущен, но происходит его развитие, это механизм удаленной биометрической идентификации. Сейчас вы знаете, что в первом чтении принят соответствующий законопроект, который несколько меняет, в общем-то, сферу применения этого механизма. Предполагается, что этот механизм может быть расширен, кроме банковских услуг, тех трех, которые поименованы сейчас в законе, можно будет предоставлять с использованием механизма, в том числе и иные банковские услуги. Соответственно, это будет правом кредитной организации, банка, определить те услуги, которые он готов вывести в удаленный канал для своего клиента и, используя биометрическую идентификацию, их предоставлять. У нас идет общение с Минкомсвязью по поводу предоставления, в том числе и государственных услуг с использованием биометрической системы. Соответственно, предполагается, что какие-то услуги, в том числе и на портале государственных услуг, можно будет получать с использованием данного механизма. Также активно идет общение и со сферой транспорта. Предполагается, что возможно будет проводить идентификацию граждан при посадке на, к примеру, пригородные поезда, а также метро. То есть у нас сейчас идет пилотирование как раз-таки в Москве на двух станциях, еще у нас идет пилотирование сейчас биометрического эквайринга в сети кофеин. Также еще одной особенностью изменения регулирования будет идентификация юридических лиц. По сути, те же самые физические лица, которые имеют несколько иной статус. Предполагается, что будет возможным обеспечить идентификацию с помощью биометрической системы. Важный момент, для того, чтобы механизм развивался, конечно же, его необходимо расширять на иные сферы. Потому что, когда гражданин будет использовать такую систему во всех сферах деятельности, в которых ему это удобно, это будет его правом, то, безусловно, будут развиваться и те цифровые сервисы, которые будут, в том числе и иные организации, не только банковские, выводить в удаленный канал. Сейчас мы видим, что банки все-таки должны вывести, по крайней мере, две услуги в удаленный канал. И планируем, по крайней мере, сейчас вывести обязательности. Это получение кредита и открытие счета, ну, либо вклада. Соответственно, все это предусмотрено сейчас данными изменениями. Ну, если по статистике смотреть, то есть можно сказать, что инфраструктура сбора банками сформирована. На данный момент, как вы видите, 233 банка осуществляют сбор биометрических данных, более 13 тысяч отделений по всей стране. И количество пользователей увеличивается, несмотря на то, что цифровых сервисов, ну, на данный момент пока немного, но, как я уже сказал, с развитием механизма, с расширением его на иные секторы, в общем-то, будет расширение и количество пользователей. Вторая наша инициатива – это информационный обмен с операторами связи. Ну, действительно, наверное, с самого первого дня форума, вот еще на открытии, говорилось о том, что это очень важная инициатива, которая поможет нам, поможет банкам, иным операторам, пользователям этой системы обеспечить безопасность определенных операций. Сейчас у нас активное обсуждение идет этого законопроекта на площадке Государственной Думы. Вот мы сейчас здесь находимся, вот чуть позже в администрации президента будет встреча по этому законопроекту по результатам общения, которое было неделю назад. Что здесь важно? Ну, с точки зрения, наверное, банков, очень важно, что появится возможность гарантированно подключиться к инфраструктуре и получать данные от операторов связи. Ведь на данный момент ни один банк не смог договориться со всеми операторами связи и получать такую информацию. К сожалению, это факт. И действительно, не могли мы, наверное, не пойти в эту историю, потому как важно, чтобы клиент каждой кредитной организации, каждого банка имел одинаковый уровень безопасности, и чтобы банк мог это обеспечить. Для этого, конечно же, нужна такая система. Плюс, что очень важно, надо исключить дискриминационный доступ. Ну, простая причина. Оператор связи может не захотеть заключить с кем-либо контракт, либо может предложить какие-то условия, которые не устроят такую организацию. Поэтому должен быть понятный регулируемый тариф, либо какая-то предельная оплата за использование такой информации, но, соответственно, в определенных целях. Конечно же, это антифрод. И законопроектом презюмируется, что в таком случае для получения такой информации согласие не будет требоваться. Что очень важно, в этой инфраструктуре в обратную сторону от операторов связи не будут направляться персональные данные абонента. Будет формат запрос, соответственно, ответ бинарный, да или нет. Поэтому здесь мы, скажем так, исключаем дополнительную возможность каких-то утечек. И, соответственно, предполагаем, что этот законопроект будет принят во втором чтении в данную весеннюю сессию. На данный момент пока что действительно обсуждаем некоторые моменты. Потому как все-таки остается надежда у операторов связи, что сохранится возможность договорной модели. Это на случай, когда оператор связи договорился с банком самостоятельно, и такую информацию будет предоставлять вне рамок этой системы. Мы, в принципе, относимся к такой модели довольно нейтрально, она может остаться, но в рамках действующего законодательства. Потому как все-таки здесь с использованием такой системы мы понимаем, кому и когда предоставлялись данные, кто направлял запрос, можно проверить. А при договорной модели непонятно, как будет использоваться такая информация, как она будет применяться, в каких целях, было ли вообще согласие. Поэтому в той модели мы, скажем так, не согласны с тезисом по отмене согласия гражданина. Еще одна инициатива, она очень, скажем так, сильно, вот она как раз в рамках цифровой экономики идет. Это, по сути, настоящий, скажем так, не псевдоэлектронный документооборот. То есть это та история, когда мы можем изначально создавать электронный документ, который будет иметь юридическую значимость. И с учетом того, что у нас с вами огромное количество сейчас бумажных документов, которые мы с вами вынуждены хранить, мы должны их использовать. И если мы делаем их копию, непонятно, как обеспечивать их юридическую значимость. Там предусматриваются механизмы, которые позволят вот эти бумажные документы перевести в цифровой формат и использовать дальше, при этом даже уничтожив, ну, в случае такой необходимости, бумажную копию. Несколько механизмов, которые предусмотрены законопроектом. Ну, конвертация электронных документов. Это история, когда меняются форматы. Мы все понимаем на будущее, что сегодня мы храним документы в определенном формате, завтра такие форматы могут быть непопулярны, они могут уйти с обслуживания, с какого-то, с поддержки. Поэтому необходимо понимать, что действительно, если мы хотим обеспечить долгосрочное хранение документов электронных, нам необходимо понимать, а что мы будем делать с форматами. Дубликаты электронных документов. Вот это как раз та самая история, когда необходимо произвести такой механизм, мы его назвали замещающее сканирование. У нас есть, на самом деле, масса примеров и от операторов связи, и от банков, когда при приеме на обслуживание того же самого клиента необходимо собрать определенное количество бумажных документов. Для того, чтобы их все хранить, необходимо буквально арендовать огромные помещения под архивы, там все это хранить, обеспечивать соответствующую сохранность, еще и по требованию, соответственно, предъявлять. Как раз-таки механизм завещающего сканирования предполагает, что когда мы пришли к выводу, что, я имею в виду, мы это как Банк России, Росфинмониторинг, соответствующие регуляторы, мы определили перечень документов, которые необходимо, возможно, перевести из бумажного формата в цифровой. Соответственно, мы определили некий перечень этих документов, закрепили его. Соответственно, все организации, которые поднадзорны этому регулятору, смогут эти документы подвергнуть такому механизму. Можно будет произвести замещающее сканирование, и через год после того, как произведено замещающее сканирование, бумажные оригиналы документов можно будет уничтожить, при этом будет обеспечена юридическая значимость электронных документов, и их можно будет использовать дальше. Сразу маленький дисклеймер сделаю. Это не касается документов, которые представляют собой некую, скажем так, ценность, ну, не знаю, музейную, культурную и так далее. То есть мы сейчас говорим с вами только про те документы, которые, в общем-то, определяются как некие юридически значимые, используемые в определенной деятельности. Ну, для нас с вами это будет тот же самый 115-й федеральный закон, мы с вами, с коллегами, с Росфим-Мониторингом будем определять такой перечень документов. Ну, для кого-то будут другие законы, соответственно, профильные, там будем смотреть. Кто сможет производить такого рода замещающее сканирование, там будут определены требования в законе, то есть ряд, скажем так, требований, которым должно соответствовать такое лицо. Это, конечно же, будет юридическое лицо. Это может быть и сама организация, соответственно, могут быть некие аккредитованные организации, для которых это станет определенной профессиональной деятельностью. Ну, если это крупный банк, наверняка он и сам сможет стать такой организацией и для себя, в общем-то, будет такое делать. Также можно будет сделать еще вариант, когда такое замещающее сканирование произведено с согласием второй стороны, к примеру, когда две стороны договорились, соответственно, о том, что они тот договор, который между собой заключили, смогут перевести в электронный вид и признали его юридическую значимость. Еще одна инициатива – цифровые финансовые активы. Очень сейчас, скажем так, активно работаем с этим законопроектом. У нас там был, скажем так, ряд изменений от первого чтения. И на самом деле, я думаю, что останавливаться, скажем так, здесь сильно не буду. Ну, если чисто идти по теоретической части, конечно же, цифровые финансовые активы – это та история, когда мы переводим некие традиционные инструменты, те же самые эмиссионные, ценные бумаги и так далее, мы переводим в цифровую среду. Здесь, конечно же, у нас появляются и новые субъекты, у нас появятся и операторы информационных систем, и на блокчейне, и без блокчейна, которые смогут обеспечивать оборот таких цифровых финансовых активов. У нас появятся операторы обмена цифровых финансовых активов. Эти две ипостаси можно совмещать. Там будут, конечно же, несколько различающиеся требования. При этом наши коллеги разрабатывают уже и требования к таким операторам в части информационной безопасности. И, конечно же, с учетом того, что этот инструмент, по сути, будет заменять традиционные, всем понятные инструменты, станет проще, с одной стороны, но хотелось бы, чтобы все это было еще и безопасно, поэтому коллеги нам в этом помогут. Очень важный еще момент. Он, конечно, не про безопасность, скорее про сам сервис. После последнего пилотирования одного сервиса в регуляторной песочнице, мы также расширили типизацию тех самых цифровых прав токенов. У нас появились гибридные токены. Раньше у нас существовало цифровое право, которое сейчас установлено у нас гражданским кодексом. То, которое вы знаете из краудфандинга, который уже принят. Соответственно, сейчас у нас появились гибридные токены. Это та история, когда эмитент сможет сразу же указать, каким образом можно будет их погасить. То есть я могу, к примеру, токен, который был выпущен, к примеру, я не знаю, под какой-то металл, погасить не только, получив тот самый металл, классическим способом, в общем-то, открыв потом металлические счеты, уплачивая НДС, я могу, в принципе, получить его денежный эквивалент. Ну, либо какую-то другую услугу, которую представляет партнер на этой площадке. На самом деле, очень хорошая инициатива к нам пришла с рынка. Мы все согласились с тем, что действительно надо это поместить в закон, потому что это будет очень удобно. Цифровой профиль. Сейчас, скажем так, идет пилотирование. На самом деле, идет оно не так быстро, скажем так, как нам бы хотелось, ну, как Банку России. В этом пилотировании участвуют у нас 20 банков, 4 страховые организации. На самом деле, все готовы. Вот и банки, и страховые организации, все уже, в принципе, сделали то, что требовалось для того, чтобы начать пилотирование. Мы сейчас ждем инфраструктуру Минкомсвязи для того, чтобы начать пилотировать это все с реальными клиентами. У нас под это выпущено соответствующее постановление правительства под этот эксперимент, номер 710. Будет предоставляться кредитная услуга, ну и две страховые. Цифровой профиль будет использоваться для заполнения анкеты. Гражданина данные будут получаться из достоверных источников и из государственных информационных систем. Ну, сейчас мы ожидаем коллег из Минкомсвязи. У них происходит доработка единой системы идентификации и аутентификации для того, чтобы обеспечить представление таких данных. Дальше мы продолжим экспериментировать. Сразу скажу, что здесь используются два решения. Это СМЭФ, но это всего один банк, который будет подключаться к этой инфраструктуре. В основном открытая API, конечно же, наиболее популярная. Банкам, в общем-то, интереснее получать данные через такую среду. И один момент, как мы работаем с рынком, как мы работаем с нашими коллегами внутри Банка России для того, чтобы понять риски, для того, чтобы с рынка как раз-таки получить отклик и предложение по регулированию. У нас существует регулятивная песочница, которая на данный момент уже пропустила через себя 47 инициатив. 10 из них, в принципе, прошли и уже получили вердикт о том, принять или не принять. Две, могу сказать, сразу же инициативы были отклонены, уже на самом высшем уровне. Четыре были одобрены. Остальные сейчас в процессе оформления документов, согласования. Очень важным является момент, что мы такие инициативы смотрим не только совместно с рынком. Для этого создан специальный совет, в который входят представители финансовых организаций. Мы смотрим это с государственными органами. Госорганы, такие как Минкомсвязь, Минэкономразвитие, но обязательно Государственная Дума, Совет Федерации, Министерство финансов. Соответственно, мы еще и внутри Центрального банка со всеми заинтересованными департаментами, конечно же рассматриваем эти инициативы, смотрим на риски, разбираемся, можно эти риски как-то, скажем так, лавировать, как-то с ними разобраться, либо нельзя. Придумываем какие-то механизмы, сразу же думаем вперед, каким образом будем разрабатывать регулирование для того, чтобы этого не допустить. В случае, если инициатива все-таки получает от нас комплементарную оценку от всех, когда мы понимаем, что действительно этот сервис можно будет выводить на рынок, что он будет востребован, мы сможем обеспечить его безопасность. Соответственно, мы дальше начинаем соответствующие регуляторные действия, мы разрабатываем регулирование и ведем дальше эти изменения вплоть до внедрения. Вот могу сказать, что по двум инициативам мы довели до конца изменения такие в регулировании, это касалось регулирования Минобанка России, по двум инициативам они касаются как раз цифровых финансовых активов. Мы, конечно же, в законопроект уже заложили все необходимые изменения, но пока с учетом известных, скажем так, дискуссий по этому законопроекту в Государственной Думе, пока он не принят. Будет принят соответствующие две инициативы, одобренные Банком России и остальными коллегами и государственными органами будут внедряться. Еще минуту буквально расскажу про развитие этого механизма. Здесь в регулятивной песочнице, которая существует сейчас, у нас только моделирование. То есть мы можем взять какой-то сервис, посмотреть на него внутри, ни в коем случае там нет реальных клиентов, там нет реального предоставления услуги. В совместном экономическом развитии у нас сейчас идет разработка в рамках той же самой цифровой экономики законопроекта об экспериментальных правовых режимах. Вот там как раз будет возможность не только на финансовом рынке, на любом другом рынке и отрасли народного хозяйства можно будет создавать экспериментальные правовые режимы. Там можно будет как раз вводить соответствующие ограничения, в общем-то по любому направлению. Это могут быть и территориальные какие-то ограничения, это могут быть ограничения по количеству клиентов, по количеству привлекаемых средств, по количеству операций, по самим операциям. В общем, как в лучших других юрисдикциях, где такая практика уже сложилась. Мы, конечно же, смотрим на опыт коллег и хотим, чтобы у нас это было внедрено. Сейчас этот законопроект на доработке находится у коллег в Минэкономразвитии, с государственным правовым управлением есть определенного рода разногласия. Конечно же, очень сложно, скажем так, смириться с мыслью о том, что акты правительства смогут отменять отдельные требования федеральных законов. Это противоречит, конечно же, определенным канонам. Я думаю, юристы, скажем так, здесь поймут эту историю. И, конечно же, мы сейчас в дискуссии с коллегами и думаем, каким образом сделать такой механизм, который устроит наших, скажем так, основных держателей юридической техники и, в принципе, устройство права в нашем государстве. Установим, как только этот механизм. Я надеюсь, что пройдут эти изменения, мы сможем с вами пилотировать, рассматривать риски, понимать, каким образом мы будем с ними работать, уже в том числе и с реальными клиентами, ну, конечно, с соответствующими ограничениями. Андрей, я закончил.